Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы сейчас обратимся к 31 главе книги пророка Иеремии. Глава, содержащая важнейшие, просто прямо центральные, исключительно важные вещи. Глава эта начинается с разговора о том, что Бог свое обещание быть Богом для этого народа распространяет на все колены Израилевы. Я буду Богом всем племенам Израилевым, они будут моим народом. Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Иду успокоить Израиля. Очень важный образ. Понимаете, еще когда Бог призвал Моисея у неопалимой Купины, Он сказал ему, как потом, да, это Моисеево предание было записано, «Я услышал вопль народа моего в Египте, и иду избавить его». Так и здесь Бог говорит, иду успокоить Израиля. И снова через 2 Исаию будет говорить чуть позже о том, что иду избавить его. Но вот голос вопиющего сделайте в пустыне прямыми пути Богу. Богу, который идет избавить народ. Вот это шествие Бога сияющее, которое, наверное, невозможно ни описать, ни представить. Но это движение, которое обусловлено тем, что любовь Божья действует. И дальше «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Снова устрою тебя, ты будешь устроена, Дева Израиля». Вот благоволение Божье определяется и простирается, двигается к Израилю, потому что Бог любовью вечной возлюбил его. Но первое, на что надо обратить внимание, это что Бог – это не какое-то такое слегка пузатое божественное бесстрастие, как любили изображать разные средневековые теологи, пытавшиеся выхолостить из православия его подлинную суть и заменить его богословием. Понимаете? Нет! Нет! Бог – это не бесстрастное нечто, которое призывает нас всех в божественную апатию и на все плюет. Нет! Наш Бог – это тот, кто любовью вечной возлюбил тебя. Как тоже он говорил, да, повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе. Бог – это тот, кто способен любить. А любовь – это очень могучая сила в человеческом сердце и в Божьем сердце. Вот что тоже очень-очень важно. Понимаете? Здесь, как и практически везде в Ветхом Завете, мы видим, да и в Новом на самом деле тоже, мы видим Бога не, вот еще раз повторю, не таким бесстрастным конструктом средневековых теологов, а мы видим его живой личностью и живым сердцем, которое способно любить и любит, и любит. И вот он об этой любви говорит своему народу. И он говорит о том, что и народ Божий вернется к нему. Вот какая-то явно чувствуется связь между тем, что Бог любит этих людей, и они или их потомки когда-нибудь к нему вернутся. Но она здесь еще не бросается в глаза, еще не видна. Вот так, говорит Господь, будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозглотят «Вставайте, взойдем на Сион, Господу Богу нашему», когда что-то вот изменится в сердцах и в жизни людей. И дальше, говоря о плене, Бог говорит, они пошли со слезами, «А я поведу их с утешением». Вот, как и в предыдущей главе тоже и дальше, речь идет о том, что Бог карает Израиль за беззаконие его, но он и возвращает из плена. «Потому что я отец Израилю, и Ефрем первенец мой». «Я отец Израилю». Так сказал Бог. Ну, мы можем из кожи вон лезть, доказывая, что это там символ или метафора, еще что-нибудь. Ну, вот Бог так сказал «Я отец Израилю». И вот это ощущение, переживание, память о том, что на самом-то деле мы дети Божьи, а не вот это вот все, что мы видим в зеркале и в телевизоре. Это совершенно необходимая вещь, без которой вообще строить отношения с Богом практически невозможно. Снова и снова та же мысль. Дальше, в 10 стихе. «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое, ибо искупит Господь Иакова». «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его». Помните, мы не раз повторяли, что для людей этой культуры Бог в сущности единственное, свободно, самостоятельно действующее лицо в человеческой истории, в истории мира. И вот поэтому, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, будет охранять его, как пастырь стада свое. Вот эта единственность Бога, как действующего лица и как действующей силы, вот она проявляется в том, что, конечно же, наказание за беззаконие воспринимается как то, что исходит от самого Бога, но и спасение тоже исходит от самого Бога. Вот он поэтому эталон Мирила правды, и он судья. Ну и, собственно, дальше чуть более пространно повторяется то, что здесь было сказано, и народ мой насытится благами моими. Далее, Господь говорит вот, что сейчас, очень страшно, глаз в раме, вопль и горькое рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания, ибо есть награда за труд твой. Это место, как вы понимаете, не абсолютно дословно, но явно это место цитирует евангелист Матфей в рассказе о избиении вифлеемских младенцев. И на самом деле слова пророчества, вероятно, с точки зрения Матфея, должны быть связаны с тем, как он их приводит. Иеремия здесь говорит о том, что все очень плохо. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. Иеремия говорит о том, что гибель, несчастье, горе народа Израилева, горе, которое постигло его в результате его собственных беззаконий. Да, конечно, в результате его собственных беззаконий, но это настоящее горе. И не хочет утешиться, потому что их нет. Но Господь говорит, есть награда за труд твой, за мучение твое, есть надежда для будущности твоей, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. По-видимому, все-таки Иеремия-то здесь говорит не о гибели этих сыновей Рахиля, а о пленении, и о том, что Бог обещает их вернуть из плена и возвратятся сыновья твои в пределы твои. Ну, евангелист Матфей, конечно, в другом суженном контексте пытается привести эти слова. Далее, смотрите, в 18 стихе «Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, обрати меня, и я обращусь, потому что ты, Господь, Бог мой». Снова то же самое. Ты меня наказал, но ты и обрати, поверни меня обратно. И вот на эти, по-видимому, молитвы, вопли к нему обращенные Бог дальше отвечает и говорит, «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, всегда с любовью вспоминаю о нем». Вот что Бог говорит. Всегда с любовью вспоминаю о нем. «Внутренность моя возмущается за него и умилосержусь над ним». Вот эта способность Бога быть неравнодушным к людским судьбам, к людской жизни и умилосердиться о нас – это эти слова важнейшие откровения о том, кто такой Бог. гораздо более важные, чем тонны других безосновательных рассуждений о невидимом. Вот что Бог сам о себе свидетельствует о своей природе. Он может вспоминать о людях с любовью, внутренность его возмущается за нас, и он милосердится над нами. И это то, что действительно надо помнить, прям как символ веры. Дальше некоторые загадочные высказывания. Загадочное высказывание. «Господь говорит, возвращайся, Девы Израиля, долго ли тебе скитаться? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа». Ну, всерьез я не вижу, честно сказать, способов истолковать, почему Иеремия такое вот записывает. Ну, мы можем, конечно, впасть в какие-нибудь придумки, пытаясь на основании этой коротенькой фразы, всего из трех слов, что она спасет мужа, построить какие-то воздушные теологические замки. И цена этому будет грош. Ну, либо принять, что мы просто не знаем, мы просто не понимаем, в каком контексте, почему это сказано, что имел в виду пророк. Те, кто берутся толковать это место, ну, довольно часто обращают его к Пресвятой Богородице. Ну, те, кто не берутся, соответственно, и оставляют без ответа этот вопрос. Ну, в общем, ничего удивительного, написано 2500 лет назад, и мы вполне можем не знать контекста, который помог бы нам понять смысл этих слов. Гораздо важнее то, что дальше продолжает говорить Господь. Снова он говорит о возвращении из плена, о том, что народ Божий вернется, он его приведет и скажет, и когда Бог возвратит пленных, будут говорить в городах Иуды слова, «Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая». Действительно, благословлять народ Божий, благословлять людей, которых Бог избавляет, это чрезвычайно важно, но не менее важно и то, что пророк говорит «жилище правды». «Жилище правды», он говорит о другом Израиле, который будет не таким, как до плена и до изгнания, потому что я напою душу утомленную, насыщу всякую душу скорбящую, и засею дом Израиля семенем человека и семенем скота, и буду наблюдать за ним, созидая и насаждая. «Прежде, — говорит Бог, — я смотрел за ними, искореняя, сокрушая, разрушая, погубляя, повреждая. Мое внимание приводило к тому, что они гибли. А теперь буду наблюдать за ними, созидая и насаждая». Конечно же, эти слова в значительной степени повторяют то, что Бог сказал у Иеремии, призывая его на служение, созидать и губить, и разрушать, созидать и насаждать, призывая пророка. И вот Бог говорит, что это я буду смотреть за ними, наблюдать за ними. И еще говорится о том, что произойдет что-то новое, совсем по-другому, что-то будет. Раньше я смотрел за ними, и они от этого гибли, потому что были в беззакониях. Теперь их благословляют как жилища правды, поэтому я буду смотреть за ними, созидая и насаждая, и они будут цвести. И теперь раньше говорили, что отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина, пословица, которая говорит о том, что ответственность за грехи и наказания, последствия грехов, страшные, мучительные, печальные и так далее, выходят за пределы поколений. Отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина, и проклят твой род до какого-то там колена, и так далее. А теперь, говорит Бог, каждый будет умирать за собственное беззаконие. То есть, вроде как, речь уже о том, что и вот вся эта общность, скажем, Израиля, как-то что-то с ней будет по-другому. Каждый будет умирать за собственное беззаконие. Это значит, что за беззаконие по-прежнему будут умирать, но каждый за свое. Ну и с 31 стиха Господь пытается произнести, сказать то же самое, ту же мысль о новых, других отношениях и другой жизни, вот какими словами. Эти 5-4 стиха, с 31 по 34, на самом деле, конечно, каждому христианину желательно знать наизусть. 31 глава с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Новый завет. То, что произошло раньше на Синае, где был заключен завет с Моисеем, и были даны 10 заповедей, вот это был, так сказать, основной, главный завет. Однако, в общем, в представлениях израильтян, по крайней мере, части тех, кто думал об отношениях с Богом, немножко не так, как христиане, на самом деле, воспринималось это. Потому что завет-то вот он завет, и вот он заключен. Но иногда в исторических обстоятельствах, драматических, в каких-то условиях нужно, имеет смысл, следует его возобновить, обновить, заключить заново. Не то, чтобы откорректировать условия. 10 заповедей остаются 10 заповедями. И Бог не отрекается от этого договора, потому что берит завет, в сущности, договор и обозначает. Но люди осыпаются, отпускают руки. Понимаете, заключенный договор, действительно, это десница Божия, которая протянута людям, чтобы спасти, чтобы вывести из земли египетской, из дома рабства. Рукою крепкую мышцу, простертую, как говорит Господь. Ну и мы хватаемся, да, а потом жизнь нас затягивает, и мы отпускаем руки и постепенно снова возвращаемся к тем нарушениям заповедей, которые, в сущности, и составляют нашу обыденность. Идея возобновления завета, она в народе Божьем присутствует. Здесь же говорится все-таки о том, что будет другой, новый завет. Предполагаются ли новые заповеди, новые условия? Скорее нет, чем да. Но все-таки это будет завет другой, про что-то другое, не про то, про что был завет с Моисеем. То есть здесь заповеди никуда не деваются. Дальше 32 стих. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Не такой завет. Что же в нем другого? Читаем дальше. Тот мой завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Бог снова и снова подчеркивает, что он не бросал свой народ, он не нарушал завет. Это народ Божий нарушил его и ушел, отвернулся от Бога, разрушив тот завет. Но Бог из него не выходил. Вот завет, который я теперь заключу с Домом Израилевым. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. Таким образом, тот закон Моисеев «Десять заповедей», потом при Иосии, недавно обнаруженное второзаконие, воспринятое также как список требований божьих, этот закон был внешним. Он сковывал, в каком-то смысле, иногда в самом прямом смысле, связывал по рукам и ногам народ Божий, чтобы они не нарушали правду Божью. И точно так же, вот как такое, такие граничные условия «Десять заповедей» необходимы абсолютно всем, абсолютно каждому племени земному. И никто не может безнаказанно пренебречь ни одной из «Десяти заповедей». Никто не может этим пренебречь. Но это, еще раз повторю, остается внешним по отношению к людям. Здесь же, говоря о Новом Завете, Бог говорит «Вложу закон мой во внутренность их». Это будет что-то, как на каменных скрижалях Моисеем, так теперь в сердцах написанное. Это то, что ты уже не можешь нарушить. Просто это технически невозможно, потому что на сердце твоем это отпечатано, это сформировало твою человеческую природу, когда закон Божий вложен во внутренность твою. Вот что, собственно, имеется в виду. Иеремия таким образом говорит, что, в отличие от Ветхого, Новый Завет сделает людей способными исполнить этот закон Божий. Исполнить. И кроме этого, кроме того, что заповеди будут написаны в сердцах их, кроме этого, я буду им Богом, они будут моим народом, я буду наблюдать за ними, чтобы созидать и насаждать. Уже не первый раз это выражение, буду им Богом, и они будут моим народом, встречаются нам у Иеремии. Посмотрите, что дальше, 34 стих. Еще одна важнейшая вещь о Новом Завете, о котором говорит Иеремия. И уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Вот этого бесконечного поучения друг друга, когда одни рассказывают другим о Боге значительную долю этих рассказов, составляют выдумки. Да. Так устроен мир. Ну и, конечно же, мы все время друг другу поучаем, как надо делать, как надо поступать, как надо исполнять закон Божий. К тому времени еще не начала формироваться, но очень скоро начнет формироваться теория о том, что Бог дал три закона. Письменную Тору Моисею, устную Тору, тоже Моисею, но Моисей ее не записал, а стал передавать из уст в уста про мудрецам, и дальше от этого пошли там фарисеи, книжники, все вот эти учителя устной Торы, но за это время, ну и Тору Мессии, который откроет ее в последние времена. Вот это вот поучение бесконечное о законе, о том, как надо, в каком-то смысле довольно любучительное. Вот Господь говорит, этого не будет больше, не будут учить друг друга и брат брата, потому что сами будут знать меня, сами будут знать меня. И в этом смысле, знаете, с одной стороны, мы привыкли считать завет, в котором мы сейчас живем, тем самым новым и последним. Ну, судя по тому, как мы без остановки друг друга чему-нибудь учим, с этим есть некоторые проблемы. Это непростой вопрос, ну, в общем, от него невозможно совсем уклониться. Они не будут уже поучать друг друга, потому что они будут меня знать сами, от малого до большого. Как это сделается? Как это выйдет, что они будут знать Бога? А вот как? Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. Вот здесь Бог говорит о прощении. Значит, получается вот такая технология того, что делает Бог. Он прощает беззаконие и грехи уже не помнит, а то, о чем Бог забыл, того не существует. Существует в этом мире только то, о чем Бог помнит. Итак, он прощает беззаконие и таким образом в результате этого мы узнаем каково на самом деле любящее сердце Бога. И из-за этого и наши сердца меняются, и на них запечатлевается вот эта правда о том, что мир сотворен любовью и для любви к ближнему. Да, вот это меняет наши сердца. И это будет другой завет, не такой, какой был заключен с отцами нашими на горе Синаи. И дальше в оставшейся части 31 главы Иеремия повторяет еще одну логическую конструкцию, которая тоже для его книги станет тропом, станет воспроизводящейся и повторяющейся в разных фрагментах текста. Мы еще увидим это. Вот если небо может быть измерено вверху, то я отвергну все племя Израилева. Если сии уставы перестанут действовать, то племя Израилева перестанет быть народом моим. Какие уставы? А уставы, которые Бог дал солнцу для освещения днем, луне и звездам, для освещения ночью. Вот есть законы движения планет. Они непреложные. они были такими до того, как Кеплер их открыл и после. Того, как Кеплер их открыл. Вот они непреложные. И также непреложные обетования Божьи о том, что Израиль будет его народом. Также непреложные. Если закон движения планет может меняться, ну, тогда, наверное, может меняться и отношение Бога к Израилю. Но поскольку на самом деле это невозможно и небо невозможно измерить вверху и уставы, данные Луне и звездам не изменятся, значит, также невозможно и чтобы Бог отрекся от своего народа.